В стенах Центра патриотического воспитания собрались умники и умницы. Нет ни участники известной телепередачи, а те ребята, для которых летом главным другом стала книга. Они точно знают – чтение занятие приятное и полезное. К тому же ещё и поощряется. Каждый год библиотекари награждают самых активных читателей. В библиотеку ты часто ходишь? Да, моя любимая книжка – волшебник изумрудного города. Люби и знай свой вятский край. Под таким названием конкурс летнего чтения проходил в этом году. Он традиционно состоял из нескольких творческих домашних заданий. В конкурсе приняли участие 20 читателей библиотеки. И мы очень благодарим ребят, что они откликнулись. Несколько человек ответили на вопросы кроссворда. И 6 человек сделали презентации. Рисунков 20. Победителей мы выбирали в совокупности. То есть каждое творческое задание оценивалось отдельно. И плюс, как человек читал в течение этого летнего периода. Поэтому у нас еще была такая номинация «Лидер чтения». Лидером стала Сичихина Соня. Она 10 раз посетила библиотеку и прочитала 35 книг. Я для конкурса прочитал сказку Виктора Бердинских про трех сильных богатырей. Зорьку, Полуночку и Вечерку. Еще сделал презентацию про то, как я был на фестивале проделки вятского печника. Еще отгадывал кроссворд. Я вот люблю читать книги про школу. Сейчас я читаю книжку Эдуарда Успенского «25 профессий» Маши Филипенко. Нравится тебе? Очень нравится. Чем нравится? То, что она смешная и очень интересная. Подведение итогов конкурса – это не только награждение лучших, но и развлекательная программа. Полное задание для юных эрудитов. Вспоминали пословицы и поговорки, отгадывали загадки и даже знакомились с вятским диалектом. Организаторы мероприятия надеются, в следующем году желающих попробовать свои силы в конкурсе будет больше. А уж библиотекари всегда готовы придумать для читателей самые увлекательные задания.